Во Франции растение, о котором мы поговорим в сегодняшней программе, любили практически все – монархи, простолюдины и особенно актрисы. Там оно считалось символом верности и постоянства. А еще с этим цветком связана очень романтичная история первого знакомства Жозефины и Наполеона. Бонапарт впервые увидел знаменитую красавицу Набалу в достаточно скромном одеянии, которое было украшено этим цветком, и весь вечер от нее не отходил. На прощание Жозефина кинула к его ногам эти растения, а вскоре ее волосы и платья были украшены как раз этими цветами на свадьбе с императором. Итак, героиня нашей сегодняшней программы – Фиалка. Фиалка – это, наверное, единственное растение, которое при правильном уходе может свести круглый год. Фиалка к нам пришла с Африки, поэтому мы примерно можем понимать, что она любит. Это светолюбивое растение, желательно рассеянный свет, 13-14 часов в день. Хорошая новость для обладательных северных окон. Фиалка там шикарно будет расти, цвести, это ее любимое место. У кого южное окно, желательно, чтобы солнышко было во второй половине дня, и то, когда сильное такое лето, сильное жгучее солнце, как-то притенять, потому что будут ожоги. Сегодня, как понимаем, мы будем пересаживать, да? Хочу сразу сказать, три главных правила при успешной пересадке фиалки нужно, чтобы наша корневая система, нашего старого вазончика, была чуть-чуть влажной, да, чтобы она легко отделилась от вазончика. Второе – предпочтение лучше отдавать пластиковым вазонам. Фиалка всегда лучше себя чувствовать, чувствует в них, видите, есть различные цвета, можно подобрать. И третье – это субстрат для фиалок, потому что тогда она цветет пышно и очень классно себя чувствует именно в субстрате для фиалок. Аленочка, я принесла свою фиалку, вот, она у меня огромная, цветет. Но вот мне хотелось бы узнать у тебя, стоит ли ее пересаживать, и вообще в каких случаях для телезрителей понять, что фиалка нуждается в пересадке? Итак, я приятно удивлена увидеть такую красотку. Сейчас будем ее пересаживать, я буду все рассказывать, я просто хочу понять, с чего мне начать. Вот видите, этот листик – это явно ожог у нее, да, она у вас, наверное, стоит на солнце, где-то в первой половине дня или во второй. То есть этот листик мы сразу обрежем, почистим, наверное, сначала все желтые листики и начнем пересадку. Есть несколько видов пересадок. Смотрите, первое – это когда фиалка у нас более уже такая в возрасте дама, да, то есть мы полностью землю убираем полностью, то есть можем даже корешки замачивать в каком-то специальном препарате, да, и высаживаем ее в новый субстрат. Второе – для более молодых, частичное, мы убираем землю и высаживаем нашу фиалку. Третье – это экстренная пересадка, когда наша фиалка пышно цветет, мы видим, что как бы она не останавливается цвести, а вазончик все меньше, она все больше, вазон все меньше, тогда мы ее просто делаем методом перевалки, переваливаем в другой вазончик, вот и все. Ну, в данном случае я так понимаю, что скорее нуждается в пересадке для удобства, да, выращивания, потому что у меня такое ощущение, что она скоро захватит мой балкон и с ним и квартиру. Да, теперь она будет захватывать по чуть-чуть, да, потому что мы ее пересадим, я думаю, это будет три фиалки, потому что здесь вот явно их три штучки, да, они пускали детку, они пересадили, поэтому они так вот выросли такие большие, и вот четвертое, чуть поменьше, для нее мы маленький вазончик возьмем. И что ж, начнем нашу пересадку. Да. Так, начнем с дренажа, да, сыпьте дренаж, а я буду ее доставать. Ой, это ее, наверное, много, да? Да, да. Нужно. Аленочка, вот скажите, вот сколько сюда дренажа, вот так, меньше, больше? Даже меньше, я бы насыпала так достаточно, теперь земля. Наша детка очень легко отделилась, очень легко. Но дело в том, что вот эта детка, как, собственно, и сама фиалка, выращена из одного листика, и вот сюда просто у меня один листик отломался, я его просто втыкнула в землю и полила. Да, так часто размножается с помощью листиков фиалка, да, можно поставить воду, можно сразу в землю. И получается, что говорят, что лучше всего брать для размножения фиалку листик со среднего яруса у фиалок, когда он лучше приживается. А вот субстрат, значит, это какая, ну, какая особенность этого субстрата? Или просто прийти в магазин и сказать, мне нужен субстрат для фиалок? Сейчас очень часто делают для фиалок, для кактусов отдельно субстраты, уже готовы. Детку мы присадили, будем с мамами разбираться. Все, достаточно. Этот листик потом мы присадим. Такую красотку, эта махровая, такой красивый вид. Итак, давайте ее сначала всю достанем. Она легко достается. Смотрите, на самом деле, какой маленький корешок, да, и какой огромный вазончик. Золотое правило пересадки фиалки – это чтобы вазончик был три раза меньше, чем сама розетка фиалки. Тогда растение не будет болеть, никакие вредители не будут заводиться, с переливом будет все нормально. Видите, тут прямо корешок, он сам нам подсказывает, что он хочет, чтобы мы всю землю отделили. И так, сейчас мы аккуратненько сделаем. Я бы даже вот из этой сделала бы еще фиалку, потому что она прямо разделилась, да, она сама причем. Этот надо будет для маленького вазончиков, тот уже не подойдет, который мы подготовили. В этот давайте самую большую маму посадим. Вот эту, да? Вот, все, разделили. Теперь, если есть гниль, если есть сухие листики, все это сразу чистим, убираем. Теперь делаем такое небольшое углубление. А вот этот листик у меня, он был надломан. Нормально оставлять его? Да, это чисто с точки зрения эстетики, да, его можно убрать. Я хочу присадить, и тогда уже мы будем листики убирать и сразу их присаживать в эту земельку. Подсыпаете. Трамбовываем. Ну вот по свету, по расположению вы рассказали. Мне вот еще интересно, можно ли ее, скажем так, в ванной процедуры, да, вот, опрыскивать, допустим, мыть. Либо вот как убирать пыль с нее, с фиалки? Да, смотрите, можно ее купать, да, и так делать раз в два месяца. Но очень важно, когда вы ее покупали, поставить ее потом в тень, чтобы она полностью высохла. Только тогда можете возвращать ее на прежнее место, потому что если есть там солнечные лучики, то будет ожог, если цветочек будет мокрый. Так, нам нужно будет еще земли подсыпать, и потом я предлагаю укоренять прямо вот сюда все эти листики. Ага, да. Есть еще подсказка, когда нужно пересаживать. Бывает, что на земле появляется такой явно специфический белый налет. Это говорит о том, что или переизбыток минеральных веществ, или второе, это то, что почва плохо дренированная, что кислород не попадает, и есть гниль. Тогда тоже нужно пересаживать фиалку. Вот эти все пересаженные поливаем мы завтра, да? Да, завтра вы придете, принесете домой, прольете, выберите одно место, чтобы постоянно не менять, потому что ни одно растение не любит, когда постоянно новое место находит растение. Да, вот стабильность. И потом по мере подсыхания почвы, по вот тому же принципу, проверяем, насколько грунт влажный. Да, смотрите, тут тоже у нас есть несколько вариантов. Фиалка любит, когда ее, например, поливают снизу тоже, напаивают, да, поэтому можно ее наполивать снизу, или под корешок именно в земель кулить, чтобы не попадало на листики желательно, потому что если будет солнце, опять же будет ожог. Так, а вот эти вот высокие листики, что мы снимем? Я их предлагаю обрезать и присадить. В идеале, конечно, инструмент продезинфицировать как-то. Загуглила в интернете, посмотрела, что косой срез желательно пеплом присыпать в стаканчик обычный такой пластиковый, сделать ему как бы ванночку, да, вот с водой. Как только корешки появились, тогда уже можно делать. Да, это один из методов. На самом деле фиалка очень легко размножается, она себя очень хорошо чувствует на этом примере, чтобы у вас был листик, да, и вы начали листики просто рядом присаживать, и получилась целая такая оранжерея фиала. Как бы это такое растение, неприхотливое, главное, я говорю, это светлое месторасположение, чтобы не было попадания солнечных лучей, и, конечно же, наша любимая подкормка. Да, вот тема удобрения, вот моя любимая очень ждала. Как мы удобряем фиалочку и когда? Как мы знаем, мы растения удобряем в период активного роста, да, но фиалка у нас может активно расти круглый год, поэтому до марта мы удобряем на карты четвертый полив. Каждый четвертый полив удобрение, а после марта каждый третий полив и удобряем. Желательно использовать калийный удобрение, чтобы удобрение содержало большее количество калия. Вот есть такое мистер цвет хорошее удобрение. Это вот как раз для фиалок, да, для фиалок, да. Тут есть и калий, и азот. Для тех, у кого много фиалок, можно использовать вот такое сыпучее удобрение, это вообще чайная ложка на 5 литров воды, у кого очень много фиалок. Это по удобрениям, в принципе, и все. Так, ну, насколько я понимаю, мы их пересадили, поливаю я их завтра, выставляю по свету, по вашим рекомендациям, и, наверное, я воспользуюсь сыпучим удобрением, учитывая уже новое количество фиалок. Да, у вас так много их теперь. Пусть растут, радуют вас своим пышным цветением. Спасибо вам большое, Алена. Я думаю, что и нашим телезрителям наши советы, рекомендации тоже были полезны. Я надеюсь. Фиалка была любимым цветком таких известных людей, как Шекспир, Гёте, Шелли и Жозефина. А в Германии праздновали наступление весны в тот день, когда находили первую фиалку. По легенде, парень, который первым сорвет этот цветок, сможет жениться на самой красивой девушке и быть счастливым всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok